Здравствуйте, многоуважаемые члены президиума и коллеги. Представляем ваше внимание на нашу работу. По данным ВОЗ, в нашей стране 4,5 миллиона супружеских партий сплотные. При этом в половине случаев это связано с нарушением репродуктивного здоровья мужчины. Особое значение имеют факторы, которые оказывают повреждение половой системы в интернатальном периоде, так как последствия этого могут быть необратимы и привести к ненаразвитию фитального личика. И в дальнейшем отрицательно повлиять на репродуктивную функцию. Такими факторами являются плацентарная недостаточность, инфекции, соматические патологии, что ведет к гипоксии. Гипоксия – это патологическое состояние, возникающее в плодателе недостаточном сомжении кислорода, его тканей и органов, или же неадекватной утилизацией ими кислорода. Возникая во время беременности и родов, гипоксия вызывает системные повреждения, отрицательно влияет на формирование и созревание органов и систем плода. Возможно, несколько видов гипоксии, которые представлены на славе. Своё внимание мы обратили на химическую гипоксию. Это гипоксия, которая развивается при нарушении качественных характеристик или уменьшении количества гемоглобина крови. Причины – это скрытые заболевания желудочно-кишечного тракта, отравление рядом химических веществ, паразитарные заболевания, доброкачественное и злокачественное образование, цитомилоголовирусная инфекция. Целью нашей работы являлось оценить влияние гипоксии на репродуктивную функцию яичек-крыс, изучить морфологию яичек полувозрелых особей, исследовать сменение морфометрических показателей. Исследование проводилось на кафедре патологической анатомии. В работе были использованы 6 самок в возрасте от 4 до 10 месяцев в белых беспородных крыс с массой 200 плюс минус 30 грамм, содержащихся на стандартном рационе вария. Лабораторные животные были разделены на 2 экспериментальные группы, по 3 самки в каждом. Первая опытная группа подвергалась гипоксии на протяжении всей беременности, что составляло 21 день. Моделирование гипоксии проводилось путем введения с 10 по 19 сутки метроутробного развития подкожно-нитрата натрия в дозе 50 мг на килограмм в соответствии с методикой соседовой. Вторая контрольная группа не подвергалась какому-либо воздействию на протяжении всей беременности. После родоразрешения, подсчета количества крысят в памяти, взвешивания, новорожденные крысяты в первые сутки жизни выводились из эксперимента методом цервикальной дислокации. Часть же выводили на третьи, седьмые и на девяностые сутки методом декабитации после измерения массы тела. Статистическая обработка проводилась с помощью программы ЭКСИ. Для сравнения двух групп по количественному признаку использовали критерий манна-уинтера. Был проведен забор яичек-самцов для проведения морфологических исследований. Яички крысят фиксировали в забуферном нейтральном 10% формолине, дегидратировали в батарее спиртов в восходящей концентрации, заливали в парафин. Срезы ткани яичка толщиной 4,5 мкм помещали на предметные стекла и деперефонировали, согласно принятой стандартной методике. Срезы окрашивали гемитоксилином и азином. Было проведено взвешивание крысят в первые, третьи, седьмые сутки и в 3 месяца. Также взвесили яички трехмесячных крысят. Среди опытной контрольной группы достоверных отличий по массе не выявили. При морфологическом исследовании яичек новорожденных крысят у контрольной группы наблюдался отек стромы, канальца вытянутой формы, деформация отсутствовала. У опытной группы наблюдался выраженный фиброз. При морфологическом исследовании яичек семидневных крысят у контрольной группы наблюдалось явление отека. В интерстиции отмечаются клетки лейтига. У опытной группы также отек, деформация канальцев, дистрофия клеток сперматогенного эпителия. Клетки лейтига единичны. При морфологическом исследовании личных трехмесячных крыс у контрольной группы наблюдается четкая базальная мембрана, многоядерная сперматогенная эпителия, крупные канальцы поликанальной и вытянутой формы. У опытной группы выраженный отек, деструкция базальной мембраны, сформация канальцев, дистрофические и микробиотические, изменение сперматогенного эпителия. Данные представили в виде медианы с указанием значений 25 и 75 центелей. Достоверность определялась с помощью критерия Манна-Уитни. При морфометрическом исследовании крысят на первые сутки было выявлено. В опытной группе новорожденных крысят достоверное уменьшение количества канальцев и количества клеток лейтига. По таким показателям, как количество клеток в канальце, количество сосудов достоверных отличий среди двух групп не выявлено. На седьмые сутки были следующие изменения морфометрические показатели. В группе с опытной группой наблюдалось увеличение количества канальцев, снижение количества клеток в канальцах, увеличение количества клеток литика по сравнению с контрольной, что являлось достоверным. По количеству сосудов достоверных отличий не было выявлено. При исследовании в 3 месяца было выявлено у полувозрелых самцов снижение индекса сперматогенеза, уменьшение количества сосудов. По количеству канальцев не было достоверных отличий. В нашем исследовании было установлено, что антинатальная нитратная гипоксия не оказывает влияния на количество и массу прыщей. При гистологическом исследовании на первые сутки в ткань яичек опытной группы отмечали выраженный отек, фрагментацию базальной мембраны, отдельных канальцев, достоверное уменьшение количества канальцев и клеток лейдиков в поле зрения. На седьмые сутки в опытной группе наблюдали нарастание отека, деформацию отдельных канальцев, дистрофические изменения клеток сперматогенного эпителия, достоверное уменьшение количества клеток в канальцах и увеличение клеток лейдиков в поле зрения. В три месяца в опытной группе также определяли дистрофические микробиотические явления тканей яичек, достоверное снижение индекса сперматогенеза. Благодарим за внимание!